Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. Чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, в 14 поликлинике ввели новую систему диагностики раковых заболеваний. Жители Бийска бьют тревогу. На территории заброшенного лакокрасочного завода обнаружены неизвестные химические вещества. Они играют в волейбол, бегают в марафоны, стреляют на меткость. Им некогда болеть. В Барнауле прошла краевая спортокеада 60+. И в начале новости из соседнего Бийска. Жители города бьют тревогу. По их словам, на территории заброшенного здания, в котором раньше был лакокрасочный завод, хранятся неизвестные химические вещества. Они источают неприятный запах и, как говорят местные жители, отравляют почву на огородах. А само здание давно стало местом притяжения маргиналов. Подробнее расскажет Анара Шагирова. Груды мусора, бутылки, автографы от неизвестных на стенах. Хотя руины с намеком на историю, говорят местные, давно притягивают молодежь, бомжей и бездомных собак. Четвероногие, кстати, не раз нападали на людей. А когда-то это здание было особняком некоего Пермякова. Правда, никаких сведений о нем не сохранилось. В 40-е военные годы сюда эвакуировали лакокрасочный завод. Просуществовал он вплоть до 90-х. И с тех пор почти 30 лет это здание находится в запущении, хотя и является памятником архитектуры. Но следы того, что когда-то здесь был завод, все же остались. Временами можно здорово вляпаться в неизвестную маслянистую жидкость, явно имевшую отношение к лакокрасочному производству. А эти бочки порядка 30 лет стоят здесь запаянными. Что внутри, неизвестно. Буквально в нескольких метрах от здания есть непонятный холм. Здесь вот вместо почвы гудрон. И я сейчас просто жертвую своими кроссовками, грубо говоря. И вот находится какая-то заглубленная емкость. Вот у меня в руках сейчас двухметровая палка, и она практически вообще не достает до дна. Сейчас специалисты ГУЧС взяли эту жидкость на пробу. Кстати, здесь есть некая как-то химическая жидкость. Что это за жидкость, тоже никому не понятно. В 2014-м рассказывает журналист Инга, во время наводнения все эти вещества выливались наружу и захватили не только территорию самой заброшки, но и проникли к людям во дворы. То есть это была такая корка после высыхания, и она с таким резким запахом, и все, что сажали местные жители, все это сгорало. И не только в этот год, и в последующие. Также это вещество было на заборах, на домах, которые потом всякими веществами мы моющими пытались оттереть. А как выглядело? Ну, это маслянистая жидкость, такая специфическая, ну, похожая, наверное, на растворитель. Местные жители уже не первый год бьют тревогу, обращаются к властям, чтобы как-то устранить всю эту химию с территории бывшего завода. Но памятник архитектуры, а это муниципальная собственность, администрацию, кажется, не интересует. Потому что отклик от городской власти люди не получают. Но в этот раз, надеются жители, ответ все же будет. Мы сюда совершили выезд с представителями управления ГОЧС, администрации БИСКО. Осмотрели территорию, обнаружили вот эти вот все емкости, бочки, остатки производства. Каждый был из них зафиксирован, составлен акт. И уже с этим актом сотрудники отправились в Роспотребнадзор. Сколько предстоит ждать ответ, непонятно. В свою очередь, в региональной Минприроды вообще дали понять жителям, что этот случай не их компетенция. Изменится ли что-то? Наша съемочная группа продолжит следить за этой историей. Анара Шагирова, Андрей Печеркин. День с толком. Опасные игры устроили юные жители Барнаула накануне на железной дороге. Нет, они не гуляли по шпалам, они запрыгивали на товарные поезда. Запрыгнуть не составляло труда. В этом месте поезд двигался с низкой скоростью, так что мальчишки успели еще и помахать в камеру. Спустя несколько секунд зацепа дети спрыгнули на землю, а через минуту повторили свои геройства. Это видео накануне опубликовали в городском паблике. Своим постом автор обращает внимание родителей на опасные игры и просит поговорить маму и папу с детьми о безопасности. Три больных онкологии на ранней стадии. Такую статистику подводят в 14-й поликлинике Барнаула после первых недель работы особой системы. Медучреждение связали в цепочку несколько специалистов, чтобы вовремя реагировать на серьезные нарушения здоровья пациентов. Как работает схема и оправдывает ли себя, узнавала Анастасия Дорога. На первых симптомах мы должны законозрить и бежать, конечно, к нашему доктору. Как детям Любовь Попова объясняет пациентам, как не запустить болезнь. Она работает на передовой в смотровом кабинете. И от ее взгляда зависит многое. Например, нужно ли человеку обследоваться. Какие-то родинки, которые меня смущают, которые дают рост, какие-то вот такие наросты или шелушения. Одна из опасных болезней современности – рак. Врач осматривает кожный покров, полость рта, лимфоузлы, женские органы и делает специальные пометки. В 14-й поликлинике решили по-новому бороться с онкологией. Сейчас у нас есть система, которая обязательно заключается в патологии смотрового кабинета. Специалисты уже разбирают, кому что посмотреть. Я или к онкологу, или к гинекологу, или к терапевту. Ну вот уже видно онколог. Онколог здесь достаточно. Почти что каждый день направляют ко мне пациентов из смотрового кабинета. Вот здесь вот пациентка образования на коже правой молочной железы под вопросом. В российском среде Алтайский край на средних позициях по уровню заболеваемости рака. И тем не менее, по данным портала «Если бы точным», на учете почти 71 тысяча жителей. Новых случаев больше 10 тысяч. И никто не застрахован. Однако вовремя определить страшные заболевания возможно. Для этого здесь связали одной электронной таблицей смотровой кабинет и онколога. Одно дело заподозрили на этапе смотрового кабинета. Другое, когда он дойдет. И дойдет ли он, соответственно, до врача. Вот мы за счет электронного сопровождения появилась возможность, во-первых, записать, а во-вторых, отследить, а пришел ли этот пациент. Принцип простой. Онколог сам звонит пациенту из списка и назначать ему прием. В течение двух недель я ее к себе запишу. Но если пишут, например, кушеры, что что-то срочное, они, например, переживают, то я в течение суток ее приму. Главный врач Дмитрий Денисов не скрывает. Эту систему ввели так, как доступность врачей в перегруженной 14-й поликлинике города объективно минимальна. Кстати, схема уже дала эффект. За прошедший месяц здесь выявили три первичных онкобольных. А с переездом в новый корпус здесь планируют подключить к системе еще и терапевта для выявления других серьезных болезней. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский, День с толком. Бийчанин стал первым россиянином, которому установили особо прочный штифт швейцарского производства. Мужчину выбрали не просто так. Разработчики конструкции предположили, что 52-летний житель Бийска – идеальный кандидат для импортного штифта. Вес мужчины больше 200 килограммов. Прежняя деталь просто переломилась. Перелом металлоконструкции на уровне перелома кости. Перехода места большего диаметра меньше. То есть это слабое место. Здесь есть изгиб порядка 6 градусов у штифта. Клинически как-то проявлялась пациент. Говорит, что просто шел, повернулся, услышал щелчок, почувствовал боль. По словам врача, проблемы мужчины начались после перелома бедра в 2015-м. Отечественный штифт выдерживал 200-килограммовый вес 7 лет. Когда зашла речь о замене в рамках квоты, жителю Бийска первому в стране предложили поставить швейцарский штифт, который появился на российском рынке всего в апреле этого года. Как объясняют медики, деталь сделана из того же металла, что и отечественный, но специальная обработка повышает прочность. Достаточно значительный диаметр, гвоздь полый, с широкими возможностями для блокирования. По сути, этот штифт позволяет застабилизировать любой перелом. Особенно, когда какая-то конструкция уже не справилась. Такие штифты будут устанавливать пациентам с последствиями травмы и тем, кто теряет костную массу, например, в силу возраста. Что касается Бийчанина, операция прошла успешно, а через неделю мужчина должен вернуться домой. К другим темам. Тест на совместимость с будущей специализацией. В Барнаульском медколледже даже таким образом помогает абитуриенту сделать правильный выбор. Одно из главных учреждений края по подготовке медсестер и фельдшеров заканчивает прием документов. Кстати, в этом году обучаться у нас желаются не только соседних регионов, но и дальних стран. Подробнее далее. Престиж алтайского медицинского образования, кажется, выходит на новый уровень. В этом году Барнаульский медколледж популярен не только для жителей нашего региона Хакасии, ТВ, Республики Алтай. К нам едут граждане Казахстана и более отдаленных стран. В этом году у нас есть абитуриенты из Республики Белоруссия, из Узбекистана есть. И пока не подала документы, но планирует подать из западно-африканского государства абитуриентка. Приходила, занимается нострификацией документа об образовании. Эти абитуриенты подали документы дистанционно с муниципалитета в крае. Школьники предпочитают сдавать документы лично. Я не знаю, откуда это взялось, но вот прям с самых ранних лет всегда хотела стать врачом. Почему? Нравится быть стоматологом. Ну как? У меня бабушка стоматолог, я вот тоже хочу стать. В этом году медколледж принял почти 3000 заявлений. Школьники подают документы сразу на несколько направлений. Самое популярное – сестринское и лечебное дело. Самих абитуриентов 800, но это уже больше существующих мест. Цифры радуют, ведь Алтайскому краю не хватает 900 врачей и 2000 медработников среднего звена. Медсестерок, ушеров, фельдшеров. Поддержку будущим специалистам обещают уже на этапе обучения. В этом году в крае будут около 50 особых целевых договоров. Вдвое больше, чем в прошлом. Четко определена компенсация или так называемая мера социальной поддержки в течение всех лет обучения в размере 50 тысяч в год на каждого студента. То есть это очень значимая, конечно, выплата, особенно для детей из малоимущих семей, из многодетных семей. И условием этого договора обязательно же является трудоустройство в нашей подведомственной организации. И это помимо общих целевых от учреждений края, которые также дают приоритет на зачисление и заселение в общежитие. В целом же здесь смотрят на всю активность абитуриентов – конкурсы, олимпиады, баллы ЭГЭ, волонтерство. И даже черты характера. Вместе с документами абитуриенты проходят, скажем так, тест на совместимость с желаемой специализацией. К этому относятся серьезно. Если он не подходит, конечно, это в документах, в положении прописано. Приходится ему отказать в той специальности, на которую он планировал поступить. В этом году медколледж набирает 700 абитуриентов. По оценкам учреждения, средний конкурс – 4 человека на место. Валентина Аскерова, Ольга Иванова, Вадим Быстревский. День с толком. Путь до школы станет безопаснее. В барнаульском поселке Власиха начался монтаж уличного освещения. Свет сразу на нескольких улицах появится по краевой программе поддержки местных инициатив. Сроки работы обсудили накануне и местные власти, дорожники и жители поселка. Почти два километра длина новой линии электроосвещения. На двух центральных улицах поселка, Рождественская и Изящная, оборудуют 57 столбов со светильниками. Для Власихи это настоящий праздник. Освещения не было 30 лет. Это очень важно. Детки у нас рано утром выходят на дорогу. У нас вообще-то освещения практически нет нигде. А то, что люди включают возле домов, этого просто недостаточно. И вот сейчас по ходу автобуса будет у нас освещение, и это будет здорово. Электрики пояснили, что новую линию освещения присоединят к уже существующей. Она будет обслуживаться за счет городского бюджета. А про качество освещения, говорят, будет на высоте. Выше нормативной. Что значит выше нормативной? Есть норматив для сельских поселений. Освещенность 10 люкс. То есть здесь будет порядка 13. Будет хорошая освещенность, что повлекет безопасность на дорогах. Чтобы здесь появился свет, жители собрали почти 700 подписей и поддержали реализацию проекта местных инициатив голосом и рублем. Люди собрали 240 тысяч. Это их вклад в проект. А общая стоимость освещения двух улиц составила около 3 миллионов рублей. Очень хорошо, что жители нас поддержали. Мы создали инициативную группу. И зашли в краевую программу сельских инициатив. И очень здорово, что нас городская администрация очень серьезно поддержала. Потому что на наш проект дали больше всего денег, если посмотреть из всех там 400 с лишним проектов. Монтажные работы начались в середине июля. Закончатся, по словам электриков, через три недели. А жители готовы и дальше участвовать в подобных программах софинансирования. Анастасия Драган, Валентина Ацкерова. День с толком. Без права на воду жители Новоалтайска возмущены дефицитом питьевых колонок в городе. Там недавно частично демонтировали одну из самых востребованных общественных колонок. По словам жителей, это дело рук Новоалтайского водоканала. Кто все-таки лишает людей воды? Насколько это законно узнавала Валентина Ацкерова. Приехали представители водоканала и убрали ручку, чтобы нельзя было набирать воду. Жители Новоалтайска довели до ручки. С местной колонки на улице Береговая сняли ручку. Результат еще одна колонка стала декорацией. Пригубить воды непрохожему никому либо еще больше нельзя. Не работает уже 4 сколько дней. Это нормально? Нет? Получается, люди лишились? Откуда нормально? Эта вода принадлежит народу. И где эта вода? Разломали, наверное, чтобы покупали магазин коммерческий. И, наверное, какие-то вопросы свои решают. Все никак не насытится. Безобразие просто. Потому что, понимаете, у нас в городе не очень хорошая вода. Водопроводные сети. Люди приезжали сюда набирать. Ну, я отлично, чисто для чая набирал. Есть люди из частного сектора, например, Белоярск, Газудилово. Они здесь регулярно набирали воду. Потому что дома у них вода. Даже с учетом фильтров очень некачественная. Колонок с каждым месяцем становится все меньше, говорят люди. Так недавно демонтировали колонку возле казначейства. Люди уверены, все это дело рук местного водоканала. Причина проста. Для того, чтобы люди не пользовались. Потому что бесплатная вода, видимо, водоканалу невыгодна. Колонок Новоалтайский, из которых можно попить или просто запастись водой раз-два и обчелся. Вот, пожалуй, единственная, оставшаяся в живых. Ресурсовики в официальном ответе нашему телеканалу заверили, что колонок Новоалтайский не одна, а 30. Вот только предназначены они для жителей частного сектора, у которых отсутствует центральное водоснабжение. Водоразборными колонками могут пользоваться жители города Новоалтайска, у которых отсутствует централизованное водоснабжение и заключен договор водоснабжения с компанией «Новоалтайскводоканал». Несанкционированное пользование колонками не допускается. Коммунальные юристы нам подтвердили, что местные власти обязаны обеспечить водой жителей. Но что касается водоразборных колонок, то ими должны пользоваться те, у кого заключен договор с водоканалом. В случае, когда, допустим, в жилых домах, подключенных к центральному водопроводу, почему-то качество воды хуже, нежели на колонке. И люди идут, набирают на колонке. А при том, при всем, на этой территории только у одного-двух абонентов, например, заключен договор с водоканалом на пользование колонкой, и они платят просто по нормативу. Конечно, для водоснабжающей организации это крайне невыгодно, потому что водоразбор там идет большой. Но у большинства жителей Новоалтайска, которые жалуются на плохое качество воды в домах, дополнительного договора на использование колонок нет. Возможно, люди не знают об этом правиле, а может, и не готовы его соблюдать. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Они играют в волейбол, бегают в марафоны, стреляют на меткость, им некогда болеть. Несмотря на то, что возраст этих спортсменов 60+. В Алтайском крае с каждым годом становится все больше пожилых, которые не желают сдаваться болезням, берут себя в руки и приходят на стадионы. А сегодня самые быстрые, сильные и ловкие из них в Барнауле, где прошла краевая спартакиада пенсионеров. Там побывала Мария Мацаева. В свои 62 Сергей бежит на скорость километр, бежит бодро. И не скажешь, что легкой атлетикой мужчина занимается всего несколько лет. За компанию пришел в команду ветеранов, прибежал первым в окружных соревнованиях и теперь выступает на краевом уровне. Форму тренируют и в Благовещенской степи, и в горах. Я увлекся немножко туризмом, пешим туризмом, в основном по горному Алтаю, буквально четверг спустился с гор. А так еще пока работаю. О проблемах со здоровьем спортсмену и нечего сказать. Летом бегает, зимой ходит на лыжах, активничать советуют всем. Сильно, может быть, напрягаться не стоит, а то, видите, пробежали, задохнулись, резко не надо начинать, постепенно все это. Подтянутая фигура здоровья и долголетия. У этих пенсионеров свой график жизни. И этот день самые активные провели в Барнауле, на краевой спартакиаде для людей 60+. Это загляденье, когда красиво возрастной человек в этом участвует. Побороться за звание самого быстрого, сильного и меткого приехали почти 200 участников из 8 районов края. Самым молодым здесь 55, а самому возрастному больше 80. Любимая, зрелищная, многочисленная при участниках по количеству спартакиада. Она у нас 12-я. Алтайский край стал зачинателем этого действия. В 2010 году первый в России Алтайский край провел спартакиаду. Она была не столь многочисленна, но сегодня желающих все больше и больше. И это в самом деле серьезный релакс для старшего поколения. Дартс и пулевая стрельба, плавание и волейбол – резкая игра. Но эти участники относились к противникам с почтением. За победу боролись, но не так фанатично. Может быть, это и есть культурный спорт. Кстати, чтобы попасть сюда, все они прошли отбор. Это заставляет людей тренироваться, заниматься спортом. И поэтому они все сильные, крепкие, здоровые. И теперешние все вот эти вот трудности по здоровью, они приносят с честью. А победители состязаний представят Алтайский край на 7-й Всероссийской спартакиаде пенсионеров России, которая состоится в конце августа. Мария Мацаева, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...